Всем привет, дорогие друзья! С вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о всех возможностях клавиатуры. Пожалуй, начнем с того, что... Да, я уже снимал этот видеоролик совсем недавно, но это будут совершенно другие лайфхаки, другие способы применения тех функций, которые я вам покажу. Начнем, пожалуй, с того, что... Как сделать отмену текста, если вы набираете какой-то текст, допустим, какой-то текст. Вот, чтобы его отменить, встряхнуть можно. Вот, не применять. Вот, не применять то, где я последний раз что-то исправлял. Вот, не применять. Бам, возвращает полностью текст, то есть встряхивание называется. Где оно находится? Заходите в настройки. Основные. Вот, универсальный доступ. И ищем здесь, ищем здесь встряхивание. Вот, для отмены. Вот здесь нажимаете, включаете ползунок. Вот, дальше у нас передвижение курсовом с помощью пробела, то есть курсорчик. И если мы, опять же, набираем какой-то текст, вот, и нужно где-то там сделали какую-то ошибку, вы зажимаете, перетаскиваете, куда вам нужно. Вот, и здесь уже исправляете эту фишку. Также есть то, что вы можете выделять текст тем же самым, как бы, пробелом. Вот, что вы здесь делаете. Здесь зажали, здесь нажимаете раз, просто по любой точке экрана, и смотрите, идете отличное выделение. Очень удобно и классно. Это лучше, чем вы будете зажимать вот здесь, выбирать, тянуть и тому подобное. Очень комфортно, как бы. То есть, выделить здесь, никаких функций не нужно включать. Это стандартная функция, вы ее с 12 пользуетесь. То есть, никаких ползунков в настройках лазить, ничего не надо искать. Дальше. Дальше будет эта расстановка символов и знаков без переключения. То есть, когда вы что-либо печатаете, какой-то текст, там, хоп, вы просто здесь зажимаете, нажимаете цифру. Не нужно полностью переключаться, просто напечатали, напечатали, зажали, там, знак вопроса. Либо же дальше опять напечатали, зажали, там, поставили нолик, то же самое, печатаете, печатаете, зажали, там, дробь поставите и тому подобное. Это все будет именно как раз с помощью этой функции. То есть, зажали, выбрали вам нужный знак и дальше печатаете, чтобы не сбиваться быстрее. То есть, печатайте, экономите время. Дальше это найти скрытые буквы, символы, то есть, такие, как, допустим, ее нужно зажать, перетащить сюда. Твердый знак на мягком знаке. То есть, номер на решетке здесь зажимаете, номер. Так само, знак градусов на нуле зажимаете, вот вам градусы. Знак доллара, кто не знал, где рубль, вот и все остальные другие значения и так далее. То есть, используете, лазите по всем другим символам. Дальше, сокращение текста. Это, допустим, как у меня хэштеги. Вот я набираю хэээ, видите. Хэштеги всякие разные, которые я действительно использую для того, чтобы работать в ютубе и тому подобное. Не обязательно. Там заказ почты, допустим, если вам надо будет данные отправлять или еще что-то. Это очень удобно и классно. Сокращение текста находится также в настройках. Только основные, клавиатуры и замена текста. Вот здесь вы добавляете что-то, либо вот здесь будет фраза, которая вам нужна. Там, привет, допустим. А здесь вы можете просто PR добавить и будет привет. То есть, уже сокращение будет работать. Вот. Дальше, что мы используем? Память печати. То есть, что такое память печати? Это, допустим, смех. То есть, нет, смех это у нас сокращение. Там, привет. Вот, когда пишешь привет, вылетает смайлик. Привет. Вы можете либо его заменить просто на руку приветствия, либо же так. Допустим, как после тренировки сила. Опять же, вот, либо вы нажимаете пробел, выбираете силу, либо же сразу заменяете его на такой. Вот. То есть, это очень классная штука. Это уже в процессе, когда вы набираете. То есть, есть такая вот память, скажем, память печати по эмодзи. Настройка диктовки. Также, вот здесь внизу есть вот этот вот значок, вот диктовки. Вы можете сразу, чтобы не переключаться язык, а сразу зажимаете его, выбираете на английский, если вам нужно диктовать. Либо же на русский, чтобы не менять язык самой клавиатуры. Здесь так же само зажимаете, выбираете на том произношении, которое вам будет нужно. Ассистент, то есть, ассистент читает ваш текст. То есть, вы взмахиваете двумя пальцами сверху вниз, и он начинает читать. То есть, захотите, ускоряйте, замедляйте. То есть, быстрее пускай читает. Где это есть? Это есть. Так же само в настройках. Универсальный доступ. Проговаривание нужно будет найти. Вот речь. Включайте проговаривание и экран вслуха. Тебе фишечки нажимаете. То есть, и здесь уже можете тут само произношение выбирать. То есть, добавлять свои какие-то фразы. Скорость, настройка, как она будет читать. И то есть, этот сам комфорт в использовании клавиатуры. Вот, я таких тут 9 подобрал. Для вас интересных значений, наименований. То есть, выбирайте. Если каких-то знали, ставьте лайк. Если не знали, также прожимайте лайк. Оставляйте ваши комментарии. То есть, для меня это очень важно. Подписывайтесь на мои соцсети, ВК, Инстаграм. Все ссылки будут в описании под видео, в комментариях закреплены. Не забывайте также прожимать на колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok